Приветствую вас и ваша ненависть к вашему мужу является по сути дела проекцией ваших собственных желаний, чувств, переживаний, ожиданий, стремлений, идеалов и так далее. И сейчас вы ненавидите мужа, потому что он лишил вас того, чего вы хотели. Он выступает препятствием тому, чего вы хотели бы. Он выступает блогом того, чего вы желали бы. Желали бы. И это первое, о чем стоит подумать. Чего я хочу, что мне нужно, чего я желаю, как я могу этого добиться сама, здесь и сейчас, сегодня. О чем мне говорит ненависть? О чем она свидетельствует? Ненависть. О страхе, например, того, что я не смогу больше ни с кем отношения построить. Она свидетельствует о том, что я чего-то недополучаю в жизни, в своей семье, в своей жизнедеятельности и так далее. Что именно? Она свидетельствует о том, например, что он... Как он может оказаться не тем, кем я хотел его видеть. Ну, то есть... Ненавидите-то вы его. За что? За какие-то поступки, за какое-то поведение, за какую-то реакцию, за выбор, грубо говоря. Ненавидите вы его за выбор. Правильно ведь? Ну, скорее всего... Скорее всего, ненавидите вы его за выбор. Да, это выбор, который он сделал. То есть... Ваш мужчина... Ваш... Ну, я не знаю... Ваша вторая половинка. Да? Так бы никогда не поступила. Допустим. И поэтому вы его ненавидите. Так сильно. Потому что, по вашему мнению, Ваша вторая половинка, Так бы никогда не поступила. Но он-то поступил так. Мужчина-то поступил так. Значит, он... Либо... Не тот, Кем вы его себе представляли. Он другой. Он иной. Да? Да? Либо... Он изменился. Стал другим. И вы отказались принять Его нового. То есть человек, грубо говоря, Жил с вами. Жил-жил-жил. Потом понял, Что, например, Жил неправильно. Да? Да? И... Соответственно, Начал меняться. Вы отказались принять Новые изменения в человеке. Новые проявления в человеке. Потому что Это Слово-разрез С вашими желаниями. С вашими ожиданиями. Можно ли говорить В этом контексте О... Любви, Например? Большой вопрос. Потому что Любовь-то это принятие. А... Нельзя говорить О... Принятии, Если вы отказываетесь Принимать Например, То, что человек Ну... Оказался не тем, Кем вы ожидали. Точнее, Ненависть Говорит о том, Что Вы сами Не удовлетворены. Вы сами Фрустрируете. Фрустрируете Из-за того, Что Не можете Получить то, Чего хотите. И Энергия У вас Направляется На Источник Блока. Ну Источник Блока По вашему мнению. Конечно. Не на Настоящий Блок. Потому что Настоящий Блок Он все-таки Немножко другой. Настоящий Блок Он внутри Вас. Представить. Настоящий Блок Он Имеет Место Тогда Когда Вы Поставили Себя В Зависимость От Ну От Мужчины. Когда Вы Свои Свои Желания Поставили В Зависимость От Мужчины И Соответственно Перестали Его Например Принимать Ну Это Вот так Просто В качестве Примера Идет Вот Понимаете О чем Идет речь Надеюсь Все Это Позволяет Сделать Вывод О том Что Вы Ненавидите В нем Тот Что По Вашему Мнению Не Попадает С Вашими Ожиданиями А Значит Вы Ненавидите В нем То Что Нереализовалось В вас А Значит Вы Ненавидите Себя Ну В себе Вы Ненавидите Это Через Мужчину Вы Ненавидите Себя Просто На мужчину Вы это Проецируете Вы же Не можете Ненавидеть Себя Да Вы Защищаетесь Как Ваше Сознание Защищается Как-то Я буду Ненавидеть Себя Потому Что Мне Придется Взять Ответственность За Свои Действия За Свои Поступки Это Мне Тогда Придется Признать Что Я Сама Что-то Сделал Не так Что Муж Ушел От Меня Например К Сожительнице Потому Что У него Были Какие-то Неудовлетворенности Которые Меня Не Прислушивало Понятно Что И муж Тоже Что-то Делал Не так Это Понятно В отношениях Всегда Как бы Двое Ответственные За То Что Произошло Вот Но Вы То Свою Часть Ответственности Как бы Не Реализуете Как бы Вы Ее Обесцениваете Как бы Вы Закрываете На нее Глаза Вы Ненавидите Мужа Своего Это Он Во всем Виноват Знаете Ненависть Всегда Обращена На себя Ненависть Всегда Направлена На себя Я Ненавижу Кого-то Потому Потому что Я не Принимаю То Что Есть Во мне Из-за Этого Другой Человек Виноват В том Что Мне Плох Вот Вы Говорите О том Что Вы Нуждены Общаться С Мужа Из-за Ребенка Очередная Рационализация Как бы И Идеализация Избегания Точнее Может быть Жертвенность Тут Нужно Выяснять Конечно Вот Почему Да Потому Что Если Вы Не Хотите Общаться С Мужем То И не Надо Общаться С Мужем Хочет Он Общаться С Ребенком Пускай Общается С Ребенком Отводите Его В Место Какое Нибудь Ну Где Муж Встретит Его Потом Забирайте Его И Все И Все Самое Главное Это Понять Что Вы Потеряли В результате Того Что Муж Стал Жить Другой Какие Изменились Представления У Вас О Себе И Ненавидите И Ненавидите Ли Вы Мужа И Его Подругу Именно За Это За То Что В результате Их Союза Вы Стали Думать О Себе Хуже И Сомневается В том Что Вы Можете Это Исправить Ну Как То Исправить Да Сомневаясь В этом Вы Ненавидите Их Там Энергия Это Есть Негатив Обиды Опять же Ожидания Да Вот Ну И Все Это Копится Если Не Обращать Внимание На Свои Чувства Если Не Смотреть На То О Чем Они Сигнализируют Когда Они Появляются Что Они Пытаются Вам Сказать Да Если Не Пытаться Вот На Это Заострить Внимание Если Не Пытаться На Это Обратить Свои Взот Ну Вот Как раз Таки Будет У вас Это Самое Ненавидите О Которой Вы Говорите Ибо С Чувствам Это Ведь Куда То Надо Реализовываться Чувствам То Надо Куда То Ну Проходить Чувствам То Надо Опредмечиваться А Вы 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 Даете Им Опредмечиваться Своим Чувствам Кстати Вот Как бы В этом Вся Тонкость Тонкость Переключается Что Вы Либо Не Даете Им Реализовываться Вот Либо Ну То есть Подавляя Их Не даете Им Реализовываться Подавляя Их Вот Либо Соответственно Реализовываете Неправильно Вот И Все Понимаете Поэтому Нервис И вас Будет До Тех пор Бога Вы Сначала Не Поймете И Не Примите Того Факта Что Ответственность За То Что вы Чувствуете Несете Вы Именно Вот Это Ну Это Первое Во-вторых За то Пока Вы Не Поймете Что Вы Ненавидите В Муже Себя То 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 Не Принимаете В Муже Саму Себя И Принимаете Фрустрацию Из-за Того Что Не Можете Получить Не Можете Добиться Того Что Вы Хотите Не Можете Реализовать То Что Вы Хотите Вот Тоже Момент Важный Вот И До тех Пор Пока Вы Не Будете Отслеживать То Что Вам Нужно То Что Вам Хочется Вот И Реализовать Реализовать Действовать Так Как Хочется Вот Понимаете Какая Штука Как Мы И Все Это Вы Говорите Дальше Что Ненавижение Придирают За Что Придирают За Что Ненавидеть Что Совершил Человек Так Что Его Нельзя Уважать Все Это Как Б Говорит О Ваших Подавленных Эмоциях Об Ожиданиях Вот У меня есть Ожидания Я ожидал Чего Мне Это Мне Не Дали И Все И У Меня Ненависть У У меня Обиды У У Боль У 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 Позиция бонусов, позиция переноса ответственности, как мы уже сказали с вами. Ни к чему хорошему это не приведёт. То, что вы говорите про точку, которая попадает в совет, может напасть в совет, но это, по сути дела, означает случайное отношение к жизни, к своей жизни. Вместо того, чтобы признать проблему и начать над ней работать, над проблемой, над своей проблемой, да, вот есть проблема, проблема. Она такая проблема, что я там ненавижу своего мужа, но мне нужно над ней работать, над этой проблемой. Обратиться к психологу постепенно, постепенно, раз за разом, пласт за пластом, значит, снимать с себя вот этот груз, груз ответственности, да, вот. Вместо этого вы ищите советы, которых, в принципе, может быть очень много. Любого, каждого совета может быть очень много. И, как бы, эти советы все, они, ну, временно помогут. Потому что они не изменят, ну, главного. Они не изменят того, что есть у вас. Вот. Потому что более, как бы, ну, больше осознавать себя, больше осознавать себя, например, ну, нужно учиться. Это именно практика. Понимаете? Это практика. Это именно практика в научении, по наблюдениям у психолога. Понимаете? Какая штука. Ух ты. Я надеюсь, что вы только лишь, ну, я надеюсь, что вы заострите на этом свое внимание и, значит, будете действовать именно в этом направлении. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.